Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапы. Регион в студии Кристины Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В день памяти жертв политических репрессий анапчане вспоминают соратников и земляков. Детский отдых и здоровье вне сезонов и границ. День Черного моря. Для анапчан праздник. И сейчас обо всем подробнее. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. В Центре культуры Родины состоялась встреча членов общественной организации «Реабилитированные». Особенный день для тысяч семей – день памяти о тех, кому пришлось испытать все ужасы сталинских застенков. День скорби о многочисленных загубленных жизнях. С молитвы началась встреча в Родине. 15 лет назад анапская общественная организация жертв политических репрессий реабилитирована и впервые собралась на такую памятную встречу. Сегодня это уже традиция. Только в нашем городе курорт Анапа в настоящее время проживает немногим более тысячи жертв политических репрессий. Еще только в 1995 году их проживало 15 тысяч. К сожалению, время беспощадно уносит этих людей, которые прошли страшные испытания в годы репрессий. Историю нельзя забывать. Только при таком условии повторение политического террора будет невозможным. В Анапе сильна память о неповинно загубленных земляках. В станице Гостокаевской по инициативе Сопка Василия Дмитриевича и поддержки станичных казаков в прошлом году был открыт и освящен памятник казакам-станичникам, загубленным в годы репрессий. Несколько лет ранее в Витязеве также был установлен памятник репрессирования рядом с прекрасным храмом, у которого регулярно проводятся встречи жителей этого села. Немало слов было сказано казака. В годы репрессий они подверглись страшным гонениям советской власти. Сегодня кубанское казачество возродилось и крепнет. Сила нашего края в сохранении традиции и вере. В хуторе Красном работала выездная комиссия администрации курорта. Жалобы жители рассмотрели на месте. Ремонт на улице Тупиковой бросили на полдороги. Участок всего 44 метра. Стал проблемой, рассказывает руководитель ТОС Валерий Тиунов. Позиция главы Приморского сельского округа непонятна. Щебень есть, осталось найти технику и выровнять участок дороги. Привезти сюда, два команда щебня сюда. Рейдер дать. И всякие проблемы. Вот это да. Срок для исполнения поручения неделя. Куда серьезнее проблема сточных вод. Все домовладельцы и те, что приобрели в хуторе жилье, и те, что строили, знают. Централизованного канализирования в Красном не предусмотрено. Автономные септики – обязательное условие для всех. Вот ту комиссию, которая у нас работает по охране окружающей среды, необходимо направить сюда. Должен быть цивилизованный септик. Понятно. Ну, он должен заключать договора и вывозить это все дело. Но, тем не менее, этим вопросом надо заниматься. Жители нового микрорайона временный выход нашли. Спрятали канал у своих домов в надежный короб. Но проблемы это не решает. Зловонные реки бегут на нижние улицы. И дачники, жители этих улиц, обращаются в суды. Комиссия по охране окружающей среды должна обследовать все дома нового микрорайона и наказать нарушителей. Но штрафы не цель. В каждом дворе должен появиться септик. А у каждого собственника дома – договор на его обслуживание с коммунальщиками. Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти воина-интернационалиста Павла Саркисьяна, проходило сегодня на городском кладбище. Ровно год назад, по трагической случайности, на одного хорошего анапчанина стало меньше. Прошедший огонь Афганистана в Кандагаре. Он был награжден орденом Красной Звезды, медалями за самоотверженность, за ратную доблесть и за выдающийся вклад в развитие Кубани. Для многих афганцев он был не просто другом, а членом семьи. Для мам-ребят, не вернувшихся с войны, был сыном. Память Павла Саркисьяна пришли почтить родные, друзья и коллеги. Павел Саркисьян – человек с большой буквы. Немало он сделал для нашего города, страны и своей семьи. Анапа для Павла Сергеевича – настоящая малая родина. С 2002 года он был председателем Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Проявлял себя как умелый руководитель и творческий инициативный человек. Здесь все пропитано духом Паши, здесь все пропитано делами Паши. Куда не повернись, а вот здесь мы с Пашей, а вот это Паша, а вот если бы Паша. Поэтому для меня он живой в делах, поступках, действиях, а все остальное жизнь покажет. Сегодня уже в нашем городе учрежден Кубок памяти Павла Сергеевича для участников соревнований по армейскому рукопашному бою. И вскоре планируется открыть класс в воскресной школе, где будет выделено место для памяти знаменитого анапчанина. Организация уже вышла с письмом в администрацию города, курорта Анапа, с просьбой увековечить память Павла Сергеевича. Я думаю, как существует сейчас традиция, которую и Павел Сергеевич очень поддерживал, это участие в массовых соревнованиях, посвященных памяти героя России Амелькова, то я допускаю в последующем точно такие же соревнования в честь по боксу, по мотокроссу, в честь памяти Павла Сергеевича Саркисяна. Яркое солнечное лето позади, но санаторий из Дравницы курорта не пустует. Даже в межсезонье здесь жизнь кипит. Более полутора тысяч ребят со всего Краснодарского края с удовольствием захватили свои школьные учебники и скорее на морской воздух общаться с друзьями. Еще бы! Несмотря на прохладную погоду, интересных занятий в детской здравнице «Жемчужина России» хоть отбавляй, осень – самое время заняться здоровьем. Магнитолазер для профилактики гайморитов и донзелитов, многофункциональный аппарат «Полимаг» для комплексного воздействия на организм. Массаж костно-мышечной системы – лечебная база санаторно-оздоровительного комплекса обширна. Главная наша задача в межсезонье – это максимально оздоровить ребят нашего края и дать им полный пакет и полный спектр услуг, которые возможны на базе нашего оздоровительного детского учреждения. Прежде всего, это полный спектр лечебных услуг и процедур, начиная от обследований и заканчивая общей оздоровительными укрепляющими процедурами. Конечно, большое внимание, поскольку наша здравница детская, мы уделяем организации досуга ребят. Для организации досуга детей работают из-за студии и кружки. Сувениры для родителей ребята мастерят своими руками. В каждом санатории комплекса – собственная педагогическая программа, эксклюзивная. Анастасия Кириллова седьмой год приезжает в Анапу. Здесь уже и стены родные. Атмосфера, те же родные люди, родные лица, которые я всегда рада видеть. Также мероприятия. Когда хорошая погода, мы выходим играть в волейбол, также в футбол. Так что скучать нам вообще не дают. Лечебная база – это, конечно, хорошо, но ребят привлекает здесь дружба, общение и теплая атмосфера. Возможность проявить себя творчески, что они и делают. Я отдыхаю тут три года подряд. На улице осень деревья меняют наряд. Желаю вам всем хорошего настроения. А выступающим людям долю везения. Я приехал из маленького поселения в город, где гораздо больше населения. Верьте свою мечту, и чтобы что-то доказать, надо чего-то хотеть и что-то поднять. Отдыхает здесь и анапская детвора. Задача взрослых – сделать их отдых приятным и полезным. Судя по довольным лицам мальчишек и девчонок, им это удается. День Черного моря – хороший повод сказать спасибо всем, кто делает отдых на его побережье комфортным и безопасным. В городском театре чествовали лучших работников санаторно-курортной и туристической отрасли. Анапа – это красивые пляжи, ласковое солнце, теплый песок и чистое море. И в этом заслуга не только природы, но и людей, которые трудятся на благо нашего города и приезжающих гостей. Хлопоты и суета летнего сезона позади. Самое время отметить лучших работников отрасли. Я сегодня вижу в этом зале просто золотой фонд нашего курорта, благодаря вам Анапы, в числе лучших курортов Краснодарского края, дорогие друзья. И этот год, конечно, был очень сложный, но все-таки наш курортный сезон прошел на высоком, достойном уровне. Лучшие экскурсоводы, шеф-повара, горничные, администраторы, медсестры и коллективы санаториев и пансионатов. Именно их труд – лицо курорта. Уровень обслуживания и сервиса в Анапе высокий. Коллектив отеля «Давиль» работает в этой отрасли всего два года, но уже в лидерах. Так как мы есть неотъемлемая часть наших предприятий, мы помогали в проведении работ коллекторной пачески, источных вод. Также мы очищаем свои пляжи и устраиваем. У нас является один из самых лучших пляжей города. В следующем году мы его усовершенствуем и будет, мне кажется, интересно, пляж. Председатель правления Анапской региональной курортной ассоциации Вера Севрякова искренне поблагодарила всех работников отрасли. Самые маленькие жители города тоже не остались без внимания. Участников конкурса «Мое черное море» всеми доступными видами искусства старались отобразить свою любовь к морю. Победители получили грамоты и подарки. Апогеем праздника стал творческий подарок Краснодарской краевой филармонии. На днях в Новороссийске прошло открытое первенство города-героя по фитнес-аэробике. Команда ДиСША номер один Анапы завоевала первое место в фитнес-аэробике и второе в направлении хип-хоп. Также на минувшей неделе спортсменки Анапы приняли участие в первенстве Краснодарского края по боксу среди девочек, девушек и женщин в Краснодаре, где заняли три первых места. В станице Крыловска Ленинградского района 24 и 25 октября проходили краевые соревнования по рукопашному бою памяти полковника милиции «Багун» среди юношей и девушек. Спортсмены Анапской ДиСША номер пять завоевали два первых места, три вторых и одно третье. И завершит выпуск прогноз погоды. В субботу 31 октября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 4-8 градусов, ночью до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 10-11 метров в секунду. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов. В воскресенье 1 ноября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 3-8 градусов, ночью до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6-13 метров в секунду. Атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине «Доступные качественные одежды для детей и взрослых модная школа». Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.